Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Искандер Ерембетов. Я был политическим заложником властей Казахстана. Я хотел бы от души поблагодарить всех активистов Казахстана, всех правозащитников, всех западных политиков и дипломатов, и просто всех неравнодушных людей за вашу помощь в моем освобождении. Я благодарен всем, кто поддержал мою семью в их борьбе за мою жизнь, за мое честное имя и мою свободу. Я твердо уверен, что именно ваша поддержка помогла остановить пытки и спасти мне жизнь. Я находился в заложниках с 13 ноября 2017 года. Меня арестовали и по совершенно лживому, сфабрикованному обвинению. Арестовывали меня десятки вооруженных людей в масках, с автоматами, как какого-то террориста или наркобарона. Это было сделано специально, чтобы сразу запугать меня, чтобы сломать мою волю. Когда я услышал уже в СИЗО, что Комитет национальной безопасности требует от меня вернуть мою младшую сестру в Казахстан, я просто не мог поверить этому абсурду. На меня сначала давили психологически, потом стали просто пытать. Пытали меня уголовники по приказу Комитета национальной безопасности. Я видел, как они контролировали процесс пыток и избиений, отдавая приказы лично или по телефону. Меня били, душили, ломали ребра. И все только для того, чтобы выбить из меня ложь и оговоры. Только для того, чтобы я вернул сестру в Казахстан. По сути, я был заложником в руках бандитов. Я знаю, что всем, кто помогал в моем освобождении, было тяжело. И что Комитет национальной безопасности оказывал давление на вас. Но, несмотря на это, вы продолжали бороться. Это вызывает в моей душе огромное уважение и признательность. В Казахстане я особенно хочу поблагодарить правозащитников Бахаджану Таригожину, Евгения Жовтиса, Елену Семенову, Татьяну Чернобилу, Викторию Теленеву, правозащитников Кахарман и правозащитного движения 405. Я очень благодарен психологу Светлане Черниковой, которая, несмотря на сильное давление со стороны КНБ, написала честный отчет о моем состоянии после пыток. Это было важно. Особая благодарность всем активистам, всем гражданам Казахстана, которые выходят на протесты, на одиночные пикеты, участвуют в различных акциях. Я уверен, что благодаря вашей настойчивости и солидарности, в конце концов, будут освобождены все политические заключенные. Спасибо вам. Хочу отметить роль в моем освобождении международного сообщества. Очень благодарен международным правозащитным организациям, Итальянской Федерации по правам человека Антонио Станго, Фонду «Открытый диалог», Люди Козловской, Норвежскому Хельсинскому комитету, Human Rights Watch. Здравствуйте. Карла Саморуги, Клоду Бегле и Джулии Ворц за то, что они нашли время и возможность лично приехать с мониторинговой миссией в тюрьмы Казахстана. Несмотря на то, что власти не дали встретиться, я знаю и благодарен, что они услышали голоса родственников многих политических заключенных. Я хочу выразить свои соболезнования членам семьи Дулата Агадзила. Хочу сказать, что совершенно уверен, что Дулата просто забили до смерти в СИЗО. Я знаю, как это происходит. У меня тоже был момент, когда я был на грани между жизнью и смертью. Когда я был в тюрьме, на зоне, я знал, что многие борются за освобождение политических заключенных и за меня тоже. Искренне благодарен каждому активисту, правозащитнику, политикам и дипломатам из США и Европы. Спасибо вам всем. Спасибо, что спасли мне жизнь. Рахмет.